Друзья мои, всем привет! Сегодня я вам покажу, как монтировать багет под натяжной потолок, если ты работаешь один. Итак, первым делом для того, чтобы начать монтаж багета под натяжной потолок, мы, естественно, приготовили багет, установили лазер на потолок, на нужную нам высоту. Теперь включаем лазер. Вот она, отметочка, по которой мы будем сейчас вести монтаж багета. Начинаем сразу от угла, потому что самый удобный монтаж от угла. Багет, пилим можем его пополам, можем отрезать сколько хотим, в принципе, не важно, как вы начнете, главное, как вы будете это продолжать. Сейчас я вам покажу вариант, как это делаю я. Смотрите, обратите внимание, какие классненькие на мне штанишки. Ну, в принципе, в течение видео вы, надеюсь, рассмотрите все преимущества этих штанишек от компании LS. Нам нужны будут вот такие вот красные дюпелечки. Мы сразу уберем в кармашек. Вот сюда вот. Так, далее нам нужны будут саморезы. Саморезы 51 по дереву. Их мы определим с другой стороны, вот в этот кармашек. Ух ты, вот сюда. Так, дальше нам нужна будет болгарочка для того, чтобы пилить багет, перфоратор для того, чтобы сверлить, ну и шуру поверх, соответственно, для того, чтобы закручивать наши саморезы. В общем, все понятно. Для начала у нас все есть. Так что, поехали. Начинаем. Делаем вот такой вот угол. Наружная часть должна оставаться целая, не затронута, потому что сюда будем заправлять потолок. И никакие дополнительные неровности нам здесь не нужны. И так, предварительно зафиксировали. И теперь можем начинать багетить уже полноценно. Сейчас еще пару саморезиков и путь. Так, ну вот, в общем, первый пошел. Теперь поехали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok И так же не забываем проверять уровень заряда аккумуляторных инструментов, потому что вот так вот очень неудобно, когда батарейка садится не вовремя. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну и так, в общем, по всему периметру. Самый важный момент это как стыковать два багета, то есть закончить первый и начать второй. Итак, сейчас нам нужно определить в какое направление мы будем двигаться, влево, либо вправо. Ну для кого как удобно, какая рука рабочая, в ту сторону в общем идем. Я привык работать в левую сторону, поэтому это самый оптимальный вариант для меня. Но для того, чтобы стыковать два багета, нам нужно еще кое-что. Это вот такие вот маленькие вот синенькие чопики, для того, чтобы можно было вставить в отверстие и соединить два багета вместе. Сейчас я вам покажу, как это все происходит. Ножечком убираем бортики, они нам не нужны. Если нет необходимости подрезать багет, можем делать это сразу, но лучше все-таки проверить. Возможно, есть необходимость его подрезать. Можно либо рулеткой определить длину, либо просто приложить багет к месту монтажа. Видим, что у нас тут осталось всего лишь 3 сантиметра, поэтому я думаю, если мы подрежем чуть-чуть багет, тем самым мы увеличим расстояние на углу, для того, чтобы можно было там загнуть и продолжить потом. Теперь берем чопик и вставляем вот таким вот образом в отверстие. Вот. Теперь у нас появилась небольшая направляющая, которая поможет нам соединить два багета вместе, и они будут работать уже как одно целое. Только вставляем сразу с правильной стороны. Удобство такого способа в том, что мы можем на расстоянии прямо попасть в нужное нам отверстие. Хоп. И продолжаем монтаж. Ну, я думаю, принцип монтажа багета, я думаю, понятен. Тянем по всему периметру, отбиваемся багетем, монтируем. Ну и следующим этапом мы уже будем делать монтаж платформы под светильники на потолок. Как выбрать правильный светильник, есть у меня отдельное видео, я оставлю ссылку в описании. Заходите, смотрите, комментируйте. Итак, сейчас мы определим, как рассчитать длину до угла. Берем второй багет с обратной стороной, приставляем к углу и делаем отметку. Сделав отметку, от этой отметки отнимаем сантиметр. Сантиметр – это у нас толщина багета, на которую мы должны отодвинуться от стены для того, чтобы у нас все влезло. Далее подрезаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова все спасибо всем добро пока